Ребят, всем привет! Сегодня 5 января и у нас даже получилось почти всей семьёй... Иди пристёгивайся, садись. Поехать в парк. Я думала, пойду только с младшими детьми. Одна у Бори не получится. У нас получилось, ещё и Тимофей с нами едет. Аня с Пашей уехали в подростковый лагерь, а мы с младшими детьми едем жарить шашлык. И всё-таки надеемся сегодня попасть на новогоднее представление в парке. Боря уехал с Тимофеем и с Максимом. Забыли они шашлык. Правильно? А мы идём быстренько. Уже программа, наверное, начинается в парк. В результате, Саша говорит, мы снова оказались втроём. Но они сейчас к нам приедут. Они возьмут шашлык. Ледянку мы ещё одну забыли. Возьмут. И мы это... А я на парк там. Что? Я на парк там. Не, там. Вот, смотри, уже тётя говорит в микрофон. Идёмте, давайте. Здесь каток есть. Нужно узнать. Клатный, бесплатный. Дают на прокат коньки или нет. Нет. У нас там есть пару коньков. Может, кто из детей захочет ходить сюда, пока зима. Пошли, пошли, Сашунька. Я думала, это мы только одни такие пойдём, когда снег идёт. Снег идёт, ребята. Солнца нету. Думала, людей мало будет. Ага. Все на каникулах. Все наслаждаются отдыхом. Давай, вот сюда, Саша. Саша, давай. Вот сюда на дорожку проходите. Ау, 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 ау. Скажите мне гибона, что ты сказала? Скажите мне гибона, что ты сказала? Давайте мы с вами поделимся на две команды. И прокатимся на наших саночках. Моря пока присматривается. Только в саночки нужно садиться. А Саша пошёл участвовать в конкурсе. А сейчас есть. Садимся. Мамы тоже можете саночки снять. Смейте вдвоём, пока на саночках ехать. Еще что ли поедем в круг? Ну ничего себе, вот это вы разбегали сегодня. Ну давайте, кому справится на саночках кататься. Кружочек, кружочек, волшебный дружочек. Скорее, скорее вставаем кружок. Приготовили руки. Снег руками нагреваем, лепим, лепим ком большой. И еще раз нагреваем, лепим, лепим ком другой. А еще один комок надо. Снег руками нагреваем, лепим, лепим ком большой. И еще раз нагреваем, лепим, лепим ком другой. Лепим руки, лепим ноги, чтобы бегал по дороге. Лепим глазки, лепим руки. И пьющую морфобу. Нежный ком передаю. До пяти считаю. Раз, два, три, четыре, пять. Тебе стихотворение читать. Родилась елочка, рисула, она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Радости детишкам принесла. И поглопали, громко, громко, громко. Привет! Привет! Мы как раз наконец успели. Где Борюсик? Пойдем Борюсика искать? Пойдем? И загадки гадать. Мы же загадки с вами отгадали. Кто-то давайте. Так. Кому еще конфетку не дадут? Так, давайте, кто уже конфетку получил, тот бежит к маме и хвастается большой вкусной конфетой. Держи. Держи. Вкусную конфету. А ну давай, это очень круто. Первая ледяная горка Максима. Класс! Класс! Давай! Вот этой ледянке вообще круто очень кататься. Надо еще таких пару штук купить, да? Да. Вообще классная. Намного лучше, чем маленькая. Она очень скользкая, хорошая. Теперь тебе нравится маленькая горка? Да. Ага. Ребята, меняются ледянками. Отходи. Сразу отходи. Вот это классно. Вот и посмотри, куда вы аж вылетаете. Кто на горке катается? А кто по площадке ходит, кукует? Максимыч, ты как этот, снеговик, дутый. Тебе нравится сына? Максимка, нравится? Что-то он такой задумчивый. Стоит, на все смотрит, пробует. Мы с тобой сюда в песочницу ходили гулять. Летом. А сейчас зима. Куда ты потопал? У нас куда-то пропал Саша. Иду его искать. О, здесь светится ель. Или это ель? Елка или ель? О, смотрите, как красиво оформили. Прям очень-очень много светящихся этих светлячков. Сейчас приду. Я тебя уже увидел. Видел, да, елка светится? Ель. Класс. Ночью, наверное, очень красиво. Привет. Ты куда пропал? Смотрю, нету Саши. Ну, давай, покажи, что ты делаешь. О, наши друзья. Круто. Сейчас с друзьями будем вместе отдыхать. Случайно встретили наших друзей. Слушай, ты знаешь, какую здесь горку можешь накатать? Ой, Саша. Ты такую здесь горку можешь горище накатать? Лошади. Видели? Здесь конюшня. Ну, какие. Сейчас проедем немножко вглубь парка. А может, не проедем. Или проедем. Вот мы думаем, возьмем эту дорогу или не возьмем. Лошади спереди идут. Здесь на лыжах катаются, в принципе, на снегоходах. Вроде бы, дорога более-менее адекватная. Что-то мы боимся, что мы здесь застряли. Снегом море. Мы тут немножечко буквально проехали. Боря заехал такой закоулочкой. Хотим развернуться. И что-то никак у нас не получается. Выйдет или не выйдет? Давай, 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 давай. Все, заглох просто. Боря еще сегодня с утра машину ремонтировал. Она перестала заводиться. Стартер менял. Слава богу, что начала глохнуть до того, как мы в лес поехали. А так бы вообще машину сюда в эвакуатор вызывали. Тягач какой-нибудь. Сейчас Боря будет откапываться. Как говорят, хочет ездить? Люби и саночки возить. Хочешь кататься? Хочешь поехать на пикник, люби и машину откапывать. Попытка номер два. Попытка номер три. Так хочется, чтобы он выбрался. Мы на пикник приехали. Будет обидно, если мы тут до темна просидим и уедем ни с чем. Шашлычок замаринован у нас. Мангальчик новый. Ну, давай, вот-вот. Вот-вот. Давай, давай. Не глохни. Давай. Продвинулся немножко вперед. Нужно с размаху потом назад. Давай, давай, давай. Теперь назад с размаху. С разгону. Жухи на дорогу. Давай. Хух. Господи, спасибо. Пикник, значит, продолжается. Выпало настолько много снега, что она даже по дороге буксует. Вы видите, что творится? Даже по дороге буксует. Я вообще удивляюсь, как мы сюда доехали. Наверное, поедем сейчас в другое место, чтобы не рисковать. Я села в машину, решили мы выбираться отсюда. Ой-ой-ой, как нас крутит. Разойдись. Мы едем. Ой, заберите собачек. Все, отлично. Вопрос теперь, где устроить пикник. Едем мы за город, так как в городе мест для шашлыков нету. От слова совсем. Поэтому сейчас за городом будем искать местечко, где сможем пожарить шашлычки и попускать салюты. Ура! Нашли мы местечко на окраине села. Такой закоулочек. Далеко от домов. Такой лесочек. Ну, полоса вон там тоже далеко. А здесь такие холмы, куда снег сбрасывают. Здесь никто не ездит. Боря сейчас нам почистит такую площадочку. И мы прямо здесь устроим себе мини-пикничок. Боря делает площадку для взлета. Для этих. Для булки. Ага. Там такую площадку метр на метр сделал. Для салютов. Которые вверх запускаются. Жух! Вот эти бабочки. Обожаю их. Посмотрим, какие у меня там дети подарили. Цветные, не цветные. Взрываются, не взрываются. И здесь почти уже сделана площадочка. На улице более-менее все равно теплая погода. Потому что минус два я ехала на табло было. Я в парке видел. Ноль. Температура вверх. Ну, сейчас падает. Все ждут, когда же у нас будут шашлыки. Немало мы угля купили. Что-то маловато угля. Для шашлыков хватит. Средства для розжиха. Отходим. Когда папа будет зажигать, отходим. Вот такой у нас крутой новый мангал. Нам подарили. Вообще с подставкой. Но мы обзор его делали. Кому интересно, смотрите на канале. Обзор я в ссылочку в описании оставлю. Видео. Давай. Огонь. 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 Как дедушку Мороза зовут? Огонь же тоже можно звать. Огонь. Огонь. Саша, шапку поправь. Саша, шапку поправь. Не, шапку поправь. Что-то он у тебя наверху нахлобучен или как. Уши закрой. Так, ты готов? Огонь. Тебе нужно застегнуть. Холодает. Минус пять, минус семь уже. Уже руки мерзнут. Отходим, ребята. Оно не вспыхивает, как бензин. Оно не вспыхивает, как бензин. А, ну хорошо. Давай. Оно вот так вот его разгорает. Жалко, у нас не будет дров. Знаешь, когда погреться можно у костра. Нам шашлычок сделать. Хотя я так люблю, когда костер горит. Углей тоже можно сделать. Класс. Я тоже. Ой, так и руки хочется погреть. Наслаждайтесь, пока горит. Потому что угли потом будут красные и гореть уже не будут. Да, то будет давать тепло. А, ну да, тепло, кстати, будет давать. Можно будет даже рукой греть. Так, а мы пока будем шашлык нанизывать надо. А, как хорошо. Как я соскучилась за костром. Как же я соскучилась. И как здесь трудно найти для этого места. Это вообще, мы уже, говорю, почти отчаялись. Уже думали домой ехать. Срочно надо свой дом. Да, вот ехали, думали, как же хочется свой дом и никак найти его не можем. Вообще так обидно. Приехали, готовы брать. А, ты аккуратненько отойди от ветра. Иди сюда, становись. Давай, давай, давай. Да, вот так становись. Чтобы в ту сторону дует, чтобы на тебя огонь не пошел. Соблюдаем технику безопасности. Чивостик. Да, чивостик. Как мы с сивостиком учили. Крутая книжка, да? О технике безопасности. Соблюдаем технику безопасности. Мы в этот раз пробуем новый рецепт. Ой, я думала, он это замерзло. А это такой лук. Натертый лук. Маринуется прямо в луке. Новый рецептик пробуем. Нам скачали 10 рецептов маринадов. 7. А, 7? 7 или 10? 7. 7 рецептов маринадов для шашлыков. И решили понемножку поэкспериментировать. С маринадами. Может подобрать пару рецептиков для себя. Это один из них. Он как идет? Лук. Лук просто, да? Перец и соль. Все. Лук, перец и соль. Только что лук блендером. Лук блендером. И в нем вымачивается все. А это, Максимка хотел сказать. Максимка у нас спит. Пока мы сюда ехали, Борюсик у нас немножко поспал. Максимка пускай спит сладким сном. Боря Планар сейчас включит в машине, чтобы грелся уже. Чтобы там было тепло. Кто будет мерзнуть, будет бегать в машину греться. А кто захочет играть на улице, будет играть на улице. Саша уже свою конфету съел. Боря, твоя конфета тебя еще ждет. Боря, отойди чуть-чуть. Чуть-чуть отойди, да. Прямо жаблизовый. А тут уже нету чего. Видишь, она уже еле-еле горит. Хорошо. До этого были большие, таки сейчас уже нормально. Тема спрятался в машину. Боря уже шашлык нанизывает. Что-то я переживаю, что маловато, очень мало углей. Надо в два раза больше брать. Мангал глубокий, во-первых. Во-вторых, шашлыков много у нас. Шампуров много. А что-то прям сюда, наверное, пакета три надо было взять. Ну, один пакет 470 рублей. Ну, потому что надо брать дрова, как мы это обычно делаем. Брать один пакет углей. Нужно много сжечь дров, чтобы много было углей. Потом досыпать немножечко. Можно покупных углей. Тогда будет целый мангал угольков. Хороших и вкусных. Для шашлычка. Шашлычок будет очень вкусно пахнуть. А, дым? А снег идет, идет и еще раз идет. Просто сыпет снега. А мне нравится вот этот дым. Дым нравится? А мне нравится запах. Запах вкусный? А ты думаешь, что такое шашлык вкусный? Потому что дымом пропитывается. И получается очень вкусно. Пока я тут нанизываю, Танюша ухватила ледянку. Поставили меня ответственную за раздув. Знаете, как султан передо мной. О, великий султан, разгорайся. Давай, мы хотим шашлыка. Хотим шашлыка? Да. Да, все хотят шашлыка. Давай, быстрее. Давай, быстрее. Ага. Он мне ответил. Слышали как? Да, 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 давай. Как Боря угадал с количеством мяса и шампурами. Вы посмотрите, ровно, на целый не хватило. Даже если бы хотели. Может так все и к лучшему. Если вдруг не сможет дожариться, мы его в охапку поедем домой и дожарим. Главное сейчас дать ему дымка и вот этого вкусного вкуса. Чем шашлычок отличается домашний от такого? Этот очень вкусно пахнет. Это он уже пахнет. Уже пахнет? Да, мне так запах. Вы даже не представляете, какой запах сейчас здесь стоит. Такой вкусный, да? Прям мясом запахло. Слушай, как вкусно, да? Дым мясной, скажи, пошел. Вообще, прям наслаждаюсь, стою. Давно из шашлыка не ела. И ты? Давай. Нам же, нам главное, чтобы там не горело. Такой классный мангал. Тяжеловатый, правда, ему 23 килограмма. Только машиной. Ну, то есть в рюкзачок его не положишь. Знаете, есть такие маленькие, тоненькие мангальчики. Но они и служат очень мало. А этот в рюкзачок не положишь, в руках не понесешь. Машиной только. Кто машиной ездит. Но он такой просто мощный. Шашлычок начал подрумяниваться. Мы уже его начинаем крутить. Какой же стоит запах, ребята. Прямо стоять не можем. Так хочется его просто съесть, да? Не дожидаться. Просто взять его, вгрызться в него зубами. И разорвать его. И проглотить. Да? Он так вкусно пахнет. Просто. Когда уже придумают камеру, которая будет передавать вкусы? И запахи вот эти, да? Да. Вообще просто. Наслаждаюсь. Так, ну что? Начинаем запуск фейерверков. Начну я с веселого жука. Стойте здесь, будете смотреть отсюда. Давай, жук. Давай, сетчок. Не зайдите. Такой ветер, что какой жучок. Я сейчас все спички испорчу. А жучка так. Тихо. Надо прятать на ветер. Оно сразу тушится. Давай. Номер два. Бросай. Тихо, 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 тихо. Давай. Какой красивый. А он стреляет? Нет, не знаю. Все. Что ж ты за веселый жук-то? Полу веселый жук. Это его сына Борю. Боря, вот Боря веселый. А ты веселый жук. Дело в том, что они когда на ровной поверхности, прям ровной, они крутятся прям вот такой вот шар. Ну, наверное. Так, у меня есть еще мотылек. Может, он будет повеселее жука? Давай. Мотылись, и я курточку одену, а то что-то прохладно мне. И вон доклад, он должен лежать. Он не взлетит тогда. Да, вот так. А маме нужно бежать, чтобы он взлетел. Хорошо, что ведь здесь снег. Да, классно. Место хорошее мы выбрали. Никому не мешаем. Нет нигде домов. Ой, вообще класс. Так, еще один мотылек. Усилиями мы таки дожарили почти шашлык. Вот так Боря стоит, все время машет, чтобы хоть как-то там угольки снизу поддували. Ну, в плане, они, очень мало их, очень тоненький слой. И вот поддув там тоже, видите, хороший, классный. Но при всем при том, очень тоненький слой, очень мало углей. Поэтому приходится постоянно опахолом махать, чтобы дожарить наши шашлычки. Прогадали мы с углями, но ничего, будет нам наукой, опытом. Почти дожарились. Приехал трактор, начал нам здесь шуметь, чистить дорогу. Поэтому мы ретируемся. Шашлык у нас не дожарился. Чуть-чуть буквально, но все-таки сыроватый внутри. Едем его дожаривать дома. Сейчас Боря соберет мангал. Самый главный вкус мы получили. Да, очень такой прям насыщенный он. И скажем свое мнение, кстати, по поводу этого маринада. Понравил ли он нам или нет. И последний салют мы запустим уже во дворе у нас в доме. Следы своего пребывания мы скрыли. Хотя сейчас трактор все вот в эту кучу сметет. Но если бы не смел, все равно следы своего пребывания мы смыли, скрыли. А весной уголек пойдет хорошим удобрением для земли, для растений. Все, уезжаем. Также здесь весь мусор мы собираем из петард. Вот этих вот всяких жучков. И увозим с собой, выбрасываем. Потому что он в пищу растениям не пойдет. Мы приехали уже домой. И сейчас будем поджигать наш фонтан. Что-то у меня зажигалка барахлит сегодня. Есть. Должен быть красивым. С Новым Годом еще вас, ребята. Раз. Это красиво. Обожаю фонтаны. Класс. Поставили мы дома допекаться шашлычок. Ну что, по поводу шашлычка. Уже прошел день. Даже два. Мы что-то сразу так выгрызлись в него. И все поразбегались вот это его кушать под видюшечки, под все. И даже забыли снять мнение, вердикт. Вкусный, но не вау. Знаете, иногда кушаешь, вау, прям вот это вкус. А здесь вкусный, неплохой, но не вау. То есть делать можно, но хочется найти что-нибудь получше. Поэтому вот такой рецепт я. В принципе, всем понравилось. Мясо что-то жестковатое было. Не могу понять почему. Может мало делали или что. Мы его допекли в духовке, но все равно какое-то жестковатое мясо. Хотя мы брали очень нежное мясо вот с этого. Возможно, это тоже зависит от этого. Ну, короче, не знаем. Вот. Ну все тогда, ребят. Мнением поделились. Пока-пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok